Общее дело, пять машин и несколько статей Уголовного кодекса. Гомельская милиция задержала дуэт подозреваемых в угоне автомобилей. Свой выбор напарники остановили на транспорте исключительно советского производства «Жигули». Помимо хищений самих авто, подельники украли магнитолу и повредили замки в машинах. Таким образом, утро выдалось насыщенным у правоохранителей. Сперва в дежурную часть обратились двое мужчин, которые не обнаружили на привычных местах свои машины. А вслед за ними пришли еще трое потерпевших, которые явно имели отношение к этой цепи событий. Сработали подозреваемые, отнюдь негладко. А выйти на их след помогли улики, что объединило нечистых на руку автолюбителей, узнала Елизавета Локотко. Ночь улица дворы машины. Это ли не настоящая романтика для молодых, но уже бывалых жуликов? Чтобы вечер не прошел зря, двое товарищей решили покататься на автомобилях, само собой на чужих. Проще говоря, подельники угнали две машины и отправились наслаждаться красотами города. История не со страниц бульварного романа, а из криминальных сводок Гомеля, подробностями которых поделились эксперты. Спустя несколько часов ребята все же вернули машины, однако ошиблись с локацией. Авто они бросили в соседнем дворе, но и на этом приключения не закончились. Товарищи решили продолжить ночную прогулку, но на другом транспорте. План дал сбой. Вскрыть замки не получилось. Автомобили остались на парковке с поврежденными замками. Но эта неприятность не сломила боевой дух товарищей. Они вскрыли другую машину и украли магнитолу. Отмечу свой выбор, напарники останавливали исключительно на транспорте советского автопрома. Скрыть следы темных дел подельники старались тщательно. Отпечатки затирали, но все же некоторые ребята пропустили. В ходе осмотра места происшествия при обработке доксилоскопическими порошками автомобилей на одном из них был выявлен наиболее информативный след ладони руки, который в течение дежурных суток был направлен в управление Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области для проведения сравнительного исследования с базой данных АДИС-ДАКТА-2000, в результате чего было установлено совпадение с одним из жителей Гомельского района. Второго подозреваемого задержали на следующий день. Как рассказали в милиции, возраст напарников 17 и 23 года, и за их плечами уже есть судимость. На этот раз ночной досуг обернулся двумя состоявшимися угонами, двумя попытками и одной кражей. По этим фактам возбуждены уголовные дела. Елизавета Локотко и Виталий Селявко, Зона Икс.